Ребята, всем привет! Сегодня я снова продолжаю снимать лоди. И сейчас мы уже позавтракали в ресторане Марчевис. Я очень советую Минейской проспекте, очень вкусно. Вот мы уже были в разных здесь ресторанчиках, кафешках, но этот самый вкусный. Сейчас мы идем по бирже. Мы решили сходить. Сегодня у нас еще съемка фотостудии. И я решила просто использовать эту возможность. Есть такая фотостудия 212. Мне очень нравится. Там один зал. Я не помню, по-моему, зал 7. СТ-77, по-моему, у него такой код. Он очень красивый, он в классном стиле. И я вам, может быть, сегодня в влоге немножко сниму бэкстейдж, покажу, как мы делали съемку. Мы сходили в музей Фаберже. Все очень красиво, но нам нужно покупать Ауди Аудит обязательно, если вы когда-то пойдете. Или читать заранее. Потому что очень важно знать информацию, чтобы досмотреть. Ну, все было очень красиво. Сегодня мы проводили фотосъемку в студии 212. Это очень белоснежная студия. Здесь очень красивый интерьер. Если вы находитесь в Санкт-Петербурге, я советую вам обязательно посетить эту студию. Сейчас я вам покажу его интерьер и покажу, как здесь все красиво опорнено. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я очень рада, что мы посетили музей Фаберже, потому что действительно я увидела очень красивые ювелирные изделия. Некоторыми из них я поделюсь в своем профиле в Инстаграм. К сожалению, я не снимала там видео, потому что там все очень строго. Но хочу сказать, что впечатления очень замечательные, очень красивые вещи действительно такого высокого качества, высокого искусства. После фотосъемки мы пришли в ресторан для пасты, чтобы немножко перекусить. Это мой кускус с копченым лососями. Мы пришли в гостиницу, но перед тем, как прийти в номер, мы зашли еще в кондитерскую, где продают пирожные и разные торты, и я купила себе два эклера. Не удержалась. Очень люблю, я сладкая душа. И сейчас вам покажу, какие эклеры я купила. У меня у камеры, по-моему, сломалась фокусировка, потому что когда я пытаюсь снимать что-то на улице, вообще он не фокусируется никак. Вот сейчас еще более или менее нормально, но на улице прям совсем все плохо. Вот такие эклеры я купила. Один я купила с заварным сливочным кремом, а другой шоколадный с шоколадным кремом. Надеюсь, они будут очень вкусными. Я буду заканчивать сегодняшний влог. Сегодня день прошел хорошо. Я рада, что мы сегодня съездили в фотостудию, хотя сегодня ночью я себя чувствовала очень плохо, потому что мы совершили такой нереально большой марш-бросок. До этого прошли 19 тысяч шагов. Но для меня оказалась такая нагрузка большой. И я себя поэтому чувствовала не очень. Но все равно я рада, что мы все сделали, съездили. И я надеюсь, что некоторые фотографии получатся хорошими. И сегодня я планирую еще сделать обязательно тканевую маску, потому что кожа очень сохнет, особенно из-за того, что я сейчас использую тональный крем, хотя обычно я стараюсь его не использовать. Но поскольку я снимаю влоги и хочу выглядеть более или менее хорошо, поэтому я использую тональный крем. И у меня здесь есть на пробу... Я уже говорила как-то, что я очень люблю французскую марку Sephora. И я использую именно их тканевые маски, потому что у меня не остается никакого раздражения на коже. И мне это очень нравится. Потому что некоторые маски, бывает, я их сделаю, и у меня сильное покраснение на лице. Но вот я пробовала уже вот такую маску фирмы. Не знаю, как фирма называется. Это тоже корейские маски. Тоже у меня нет после этих масок раздражения на лице. Мне тоже очень нравится. И еще нравится, вот я брала в Ривгош, вот такие маски. Они, во-первых, у меня тоже нет после них раздражения на лице. И очень они сами по себе приятны. То есть они без каких-то душек, ничем не пахнут. И просто приятно делать. И очень хорошо пропитывают кожу. Прямо очень чувствуется, что она такая облажненная, насыщенная. И еще я пробовала вот такую маску только. Она называлась маска, которая подготавливает кожу идеально для макияжа. Скажу, что мне не очень понравилась такая маска. Вот эти вот прям очень нравятся. Спасибо, что вы были весь день со мной. Мне очень приятно, что вы смотрите мои влоги. И до следующей встречи. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok